Открытое общение с молодежью как для сотрудников отряда милиции особого назначения, так и для представителей клуба допризывной подготовки уже давно стали традиционным форматом реализации большого проекта. Его задача рассказать старшеклассникам о том, что сегодня представляет собой службу в правоохранительных органах и военизированных соединениях, почему профессия этой категории не теряет популярности и какие требования предъявляются к тем, кто хотел бы выбрать для себя в будущем службу в погонах. Мероприятие состоит из нескольких частей. Это знакомство учащихся с различными секциями по вольной борьбе, рукопашному бою, по практической стрельбе, работающими в городе Бресте, а также на территории Малорийского района, ознакомление их с подразделениями различных правоохранительных органов Брестской области и Республики Беларусь. Свои вопросы молодые люди смогли задать не только правоохранителям, но и спортсменам. Специально в рамках мероприятия в гости к старшеклассникам 23-й школы приехали с показательным выступлением настоящие опытные борцы. По мнению организаторов, такая программа не могла оставить ребят равнодушными. Еще недавно, я думаю, что молодежь как-то старалась уклониться от службы в армии. Я, все мы это видели, но сегодняшний день, мне кажется, ситуация поменялась. Пошла тенденция, парни хотят служить в армии, в частности в спецподразделениях, в частности в ОМОНе, в спецназ, в ВДВ. Для нашей школы, хотя у нас нет патриотических классов, но патриотическое воспитание на должном, хорошем уровне. Поэтому мы видим, как дети, с какой радостью они это воспринимают, с каким восторгом они это все видят. Поэтому мы с радостью приняли это предложение, и я думаю, что хотела бы, чтобы это стало такой доброй традицией. И, конечно же, кульминацией профориентационного мероприятия стала выставка вооружения. Ребята смогли не только поддержать в руках образцы современных винтовок, пистолетов, комплексной системы безопасности, но и сфотографироваться с понравившимся экземпляром.